С правой ноги прямо резко засаживайте. Когда мы колено бьем, нога встает вперед. Сразу одновременно вместе схватем. Все, поехали, ребята, быстренько работаем. Воспитывать будущих победителей нужно собственным примером. Чемпион мира по куду Эдгар Калян два года не выступал на крупных соревнованиях. Занимаясь исключительно тренерской работой, подготовкой юных кудуистов. Но не так давно решил вернуться в большой спорт. И начал сразу с чемпионата России. Лучше пока у нас таких спортсменов нету на Центральном федеральном округе. Не то, что в ЦФО, но и в России, и в мире. Поэтому в любом случае человек имел право выступить. И все уже думали, гадали, будет он третий раз выступать на чемпионате мира или нет. То есть он, уже его все списали, думали, что он не будет выступать. Но человек с амбициями, он еще раз захотел себя показать, что его списывают рано, что он будет на этой стороне выступать и будет выступать достойно. К тренировкам Эдгар приступил достаточно поздно, всего за две недели до первенства. Тогда как соперники его готовились к чемпионату месяцами. За две недели поехал в Москву и сделал такое для себя сборы. Я выбрал лучших тренеров сборной России и начал ходить именно на тренировки. Начало сбора, конечно, было тяжело. И под конец, уже ближе к соревнованиям, я уже начал восстанавливаться и набирать форму. Без драматических обстоятельств на этот раз не обошлось. Буквально за три дня до боя на тренировке Эдгар получил серьезную травму. Я потянул мышцы, бедра. То, что это для меня очень важно было, чтобы я практически не смог ногами нормально работать и не смог нормально работать в борьбе в партере. То, что можно было досрочно заканчивать бой, допустим, делать болевой или душащик. То есть я не мог контролировать своего партнера. Травма не заставила Эдгара отказаться от цели – победить в чемпионате. За оставшиеся дни спортсмен научился справляться с болью. Проходил там и обезболивающие, и мази, чтобы более-менее там человек не чувствовал боли. Но все равно он доказал, что он лучший, что у него нет претендентов и заслужил право выступать на чемпионате мира в Японии. В борьбе Эдгар заслужил право снова представить Россию на чемпионате мира. В придачу к кубку за первое место заслужил еще и награду за волю к победе. Не каждый, превозмогая боль, может довести бой до победного финала. Два года я не выступал. Я спал, видел вот это все. То есть я без этого не могу. Можно сказать, это не меня свой наркотик. Мне хочется пойти на третий чемпионат мира и выступить достойно. Я приложу все усилия, чтобы добиться новых успехов. Путевка в Японию на чемпионат мира у Эдгара уже в кармане. Но перед тем, как начать готовиться самому, у него есть еще одно неоконченное дело. Сделать так, чтобы кто-то из его учеников тоже прошел на чемпионат. Для этого юнингудаистам необходимо преодолеть целую полосу препятствий. Уже совсем скоро, 2 марта, состоится кубок губернатора. Победители отправятся на ЦФО. Победители ЦФО на чемпионат России. А успешно пройдя этот этап вместе со своим титулованным наставником на чемпионат мира. Ребята настроены серьезно. Стимулирует меня, конечно, мой тренер. Он показывает всегда высший класс. Он всегда для нас пример. Он тренирует нас очень жестко, сильно. Всегда хочет, чтобы мы тоже были чемпионами, как он. О нем сказать можно, это только легенда. Я тоже готовлюсь на чемпионат мира в ноябре. Тоже хочу стать чемпионом мира. Благодаря Эдгару. Свобода. Если кто-то из его подопечных успешно представит Россию, как признает Эдгар, для него это будет даже приятнее его собственной победы. А еще у чемпиона подрастает сын. Артур часто посещает папины тренировки. Он сам готовится. Но, честно говоря, я его ни к чему пока не учу. То, что он приходит со мной в зал, то, что он дома что творит, это чисто его, чисто он сам что видит, приходит на тренировки, видит ребята что-то делают, он сам за ними повторяет. Как бы я специально на него не учу. Эдгар не против, чтобы Артур пошел по его стопам. Сейчас фамилия Колян, в Кудо это уже своеобразный бренд. И велика вероятность того, что наследник захочет продолжить спортивную династию. Родители были бы этому только рады. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.